Такие откровения получается, да? Интервью с откровениями. Так это же самое лучшее. Ну да, да, да. То есть когда все от души, все по-честному. Добрый день. Сегодня у нас в гостях дизайнер и архитектор, владелец собственной дизайн-студии Евгений Варкович. Женя, здравствуй. Привет, Юр, привет. Женя, расскажи, как долго ты уже занимаешься дизайном интерьеров? Если говорить о первом интерьере, с которого начался мой путь, то это, наверное, 2009 год. Вот уже получается 15 лет, как варюсь в этой сфере. Скажи, в какой момент ты понял, что хочешь чего-то большего, а именно уйти из найма и развивать свой личный бренд? Да, вопрос очень хороший. Получается, я проработав три года архитектором в частной компании, имел как бы, да, интересный опыт. У меня был очень хороший наставник. Работа была очень интересная, но потом она стала очень рутинной. Получается, потом, когда я решил попробовать себя немножко в другой сфере, то есть перейти в дизайн интерьеров, вот, я проработал год дизайнером, то есть, опять же, наемным работником дизайн-студии. На тот момент это была, ну, достойная студия с хорошим уровнем работ, вот. Но потом я уже понял, что, наверное, как бы с меня хватит, вот, потому что тех денег, которых я получал, мне уже их не хватало. Ну, а на большее, мне никто, ну, на мои желания никто не откликался, вот. Поэтому пришлось уйти и, как бы, пробовать работать самому. И вот в 2012 году я уже тогда открыл ИП, вот. И вот, получается, 12 лет уже работаю сам на себя. И не представляю себя в какой-то компании, каким-то наемным сотрудником. Один должен выполнять какой-то график, то есть, там, вставать в определенное время, уходить в работе время. То есть, вот какой-то вот этот вот режим. То есть, я уже себя комфортно чувствую, могу планировать свое время по-разному. Мне это, ну, мне кажется, так и любому человеку было бы комфортно. Вот. Кто или что тебя подтолкнуло к тому, чтобы открыть свой личный бизнес? Подтолкнула меня, наверное, ситуация та, что я видел владельцев, ну, тех руководителей, на которых я работал. Видел, ну, на каких машинах они едут, как они одеваются, то есть, как вообще люди себя ведут, как они разговаривают. Ну, а прожив, там, как бы, там, 19 лет в общежитии с родителями, то есть, для меня это был большой контраст. И я понимал, что, в принципе, я такой же человек и могу быть на таком же уровне, как и они. То есть, наверное, какой-то мотивацией для меня были вот именно руководители мои. То есть, я хотел такой же планки. Поэтому, даже когда еще я увольнялся, я сказал, что, ну, я хочу так же, ребята, как и вы. Ну, понятно, что мне этого никто и не мог бы предложить, это как бы понятно. Ну, вот это, наверное, было, послужило первым толчком, что хотелось просто все поменять. Какие трудности в достижении своей цели было труднее всего преодолеть? Технические, бухгалтерия, юридические вопросы и так далее, или эмоциональные? То есть, волнение, что-то неизвестное? Самым сложным было для меня это поиск первых клиентов и переговоры. То есть, у меня не было опыта в переговорах, там, то есть, на тот момент я еще заикался. То есть, это где-то, возможно, подрывало какую-то уверенность во мне, у клиентов. И это вот были самые сложные такие вот моменты, когда, ну, ты никому не интересен, но тебе надо как-то за это ухватиться и выйти на контакт с человеком в 30-е, потому что дальше уже будет проще. Вот, наверное, такие моменты были самые непростые для меня. Женя, каким своим проектом ты гордишься больше всего и почему? Каким проектом? Вот очень сложно ответить на этот вопрос, потому что такого какого-то одного проекта его, наверное, нет. Может быть, есть проект, который тебя вывел на следующий уровень профессионально? Есть проект, которым я действительно горжусь, потому что тогда, это был 2014 год, и два года опыта за плечами, когда мне предложили делать реконструкцию усадьбы в Богдановиче, двор Стайки. Это здание 18 века, там были, ну, огромная площадь, 800 квадратов, там, как бы, и жилые помещения, и нежилые. То есть в совокупности это опыт, как бы, в дизайне в разных, как бы, общественных зонах. То есть и ресторан, и конференция, и какие-то каком-то переговоров и так далее. То есть этот вот проект, наверное, на данный момент, которым я горжусь больше всего, потому что этот объект сдался в 2021-м, то есть прошло столько времени, и этот объект сейчас является одной из лучших площадок Беларуси для проведения свадеб, торжеств каких-то таких вот. И клиенты мне постоянно там звонят, благодарят, там приглашают, то есть это действительно приятно. Наверное, именно вот этот проект действительно самый такой был интересный, непростой, и вот сделая его, просто прошел очень много через разные моменты, набил много шишек, как говорится, да, вот. Но теперь это того стоило, вот что я могу сказать. Как ты считаешь, что кроме таланта и навыков нужно дизайнеру, чтобы стать, вырасти из рядового сотрудника в настоящего кита в своей отрасли? Должна быть какая-то внутренняя мотивация, то есть из разных факторов может сложиться так, что человек понимает, что все здесь the end, и нужно как бы идти на какой-то другой уровень, и идти там как бы самому этим заниматься, либо там с каким-то там товарищем, другом организовывать студию, потому что есть люди, которые творческие, они вот реально делают свою работу очень круто, но они не могут общаться с клиентами. А у второго все по-другому. Он, например, такой парень пробивной, вот, как бы будет там лезть, туда всунет свой нос, то есть как бы будет идти по головам, и вот такой тандем, он всегда, мне кажется, вот очень крепкий. Самое важное здесь, это, конечно, самореализация, то есть это нужно постоянно учиться, то есть нужно прокачивать себя в разных сферах, то есть ты можешь научиться там ораторскому искусству, ты можешь пойти там на курсы там актерского мастерства, чтобы как бы не быть вот на одной ступени, а идти куда-то двигаться дальше. Наверное, так. Женя, я знаю, что ты пишешь музыку, и скажи, помогает ли твое хобби, увлечение в твоем профессиональном росте в качестве архитектора и дизайнера интерьеров? Сейчас я музыкой не занимаюсь, по разным там обстоятельствам, решил пока сделать какую-то паузу, вот, ну, потому что музыкой я тогда занимался, это было где-то, наверное, 13 лет назад, когда я начал ее писать, и связана ли она с архитектурой? Ну, возможно, какие-то, конечно, отклики есть, то есть все в этом мире взаимосвязано, мне кажется, вот, но мне нравится очень инструментальная музыка, где там есть виолончели, где там есть скрипка, там клавиши, эта музыка, это такая хорошая терапия, вот, поэтому она и мне помогает в моей сфере, вот, то есть и я даже когда там рисую какие-то эскизы, то у меня всегда, почти всегда играет музыка, вот, она играет спокойная инструментальная музыка, да, но когда ты там уже, например, у тебя эскиз готов, и тебе нужно что-то дошлифовать, ты можешь включить какую-то тяжелую альтернативу, и тебе просто она будет, ты еще в два раза быстрее будешь продолжать это дело, и, как бы, все, и ты чувствуешь энергию, ты видишь результат, как бы, все это, как бы, связывается, и, ну, это действительно круто, да. У каждого в жизни бывает период такого автопилота, когда живешь по привычке, без особых планов на будущее, был ли у тебя такой период? Глубокий вопрос, Юра, ты, конечно, задал, да. Автопилот, какая-то день сурка, типа, рутинная какая-то, какой-то период жизни, да, конечно же, был, и он, я думаю, что даже длился достаточно долго. Однажды, вот, полгода назад я когда съездил на Бали, вот, такое очень духовное интересное место, и, конечно, там я многие моменты для себя пересмотрел, то есть там ты не хочешь ничего не планировать, ты не хочешь ставить себе какие-то задачи, ты просто хочешь быть в моменте, вот, что очень важно. Наверное, хочется пожелать, наверное, каждому человеку, чем бы он ни занимался, чтобы он настраивал по возможности работу и жизнь свою так, чтобы он мог расслабляться, куда-то поехать, отдохнуть, вот, переключиться, получить новые эмоции, потому что время тикает очень быстро, да, оно никого не щадит, и не хочется потом, там, на старости лет, о чем-то вот жалеть, поэтому надо вот жить в моменте сейчас, да. Нужно для себя планировать, хотя бы так вот возвращаться туда, что-то для этого делать в жизни, для того, чтобы останавливаться. Да, это как дорога, вот, ты вот едешь прямо, едешь прямо, и потом какой-то поворот направо, и ты свернул, и все, и там другая дорога. Там, например, какие-то дубовые рощи, ты едешь, вау, вау, круто, потом эта дубовая роща рано или поздно заканчивается, и ты сворачиваешь назад на этот, на этот МКАД. Да. Бетонный, пустой МКАД, и вот это вот, как бы же, вот эта вот жизнь, вот хочется вот этих больше поворотов, вот. Ясно. И чтобы эти повороты были подольше. Жень, ты сейчас владелец, собственно, дизайн-студии, которая реализует проекты, достойные престижных наград. Как ты считаешь, то, чего ты добился, это все исключительно твоя заслуга, или есть люди, которым ты за это благодарен? Я считаю, что заслуги конкретно только мои здесь точно нет. Здесь влияют, повлияли на это многие люди, там, включая, там, родителей, включая, там, друзей, детей, то есть все, все тебя кто-то подбадривает, кто-то, наоборот, говорит, что у тебя не получится. И вот это вот, кто-то, кто говорит, что у тебя не получится, оно тоже подбадривает, что ты пытаешься даже не им доказать, а где-то себе, вот, что ты этого можешь достичь, и ты должен вот этого достичь. Поэтому многие очень люди, еще раз повторюсь, да, влияют, и влияют по-разному. Ну, и в любом случае они всегда влияли в конечном счете, как я вижу, что только в лучшую сторону, вот. Какой бы это ни был, там, отрицательный человек для меня, и даже могу сказать спасибо тем отрицательным людям, которым в меня не верили. Ребята, спасибо. Спасибо за отрицательную поддержку. Да. Скажи, как ты относишься к ситуации, когда ученик превзошел своего учителя, и считаешь ли ты, что это твой именно случай? Ну, если вспоминать те компании, где работал конкретно я, то первым моим учителем была, ну, потрясающая женщина, там, она была главным архитектором. Превзошел ли, например, я ее, я не могу ответить, потому что у нее была своя архитектура, она, там, человек занимался проектированием многоэтажных жилых зданий, то есть это определенная, как бы, ветвь архитектуры, вот. Я себя больше видел в частной архитектуре, но когда работал я уже в дизайн-студии, я действительно понимал, что я нахожусь, как бы, уже даже работая год на каком-то одном уровне, в принципе, с ними, и почему я хотел делать какой-то следующий шаг, потому что не хотелось рисовать, как говорится, по чужую дудку, вот, то есть где-то там тебе подсказывали, как надо делать, чтобы это было хорошо. У меня уже тогда сложилось свое видение, то есть я уже сам конкретно понимал, когда, ну, стоит задача, то есть как ее реализовать, вот. Поэтому я, как бы, ни за кем там не гонюсь, никого не хочу переплюнуть, вот. Вот, но если говорить про своих, про свою команду, да, действительно, у меня были ученики, с которыми, с которыми, там, закончили, там, учебное какое-то заведение, сразу ко мне приходили, и за 2-3 года они вырастали в людей, у которых чувство, вот, вкуса уже развивалось, чувство стиля, там, композиции, свет, там, вот. Вот, то это были достойные ученики, и сказать, что кто-то из них меня переплюнул, наверное, с моей командой никто. Хорошо. А как ты отнесешься к тому, что если твой ученик в будущем превзойдет все-таки тебя? Как я к этому отнесусь? Я отнесусь положительно. То есть если человек реально достиг каких-то успехов, и я вижу, что он делает достойно свою работу, то почему бы нет? Я же не собираюсь с кем-то конкурировать, вот. Поэтому я только пожелаю этому человеку самого наилучшего, вот. Ну, возможно, если ученик превзойдет меня, может быть, это будет какой-то еще лишней мотивацией для меня, чтобы превзойти потом снова его, как-то так. Считаешь ли ты, что твой пример может вдохновить других? Если люди во мне что-то увидят, и их это смотивирует, ну, я только буду рад, вот. Поэтому, ну, я никогда, если честно, об этом не задумываюсь. Как бы, наверное, просто больше настроен на свое я, то есть что я конкретно хочу, какие у меня там цели, планы, вот. Ну, если это человек сделает, ну, счастливым, и он что-то во мне увидит, ну, мне только приятно. Женя, спасибо тебе большое за откровенный разговор, ну, и успехов тебе в будущем. Спасибо, Иру, что пригласил, да, на такой откровенный диалог, да. Не многие, ну, не со многими людьми можно так поговорить, где-то так чуть-чуть по душам, какие-то такие вопросы, которые касаются твоего какого-то прошлого, какого-то опыта, поэтому, ну, всегда готов поделиться. Приятно. Счастливо. Идея хороша. По крайней мере, просека летним днем единственный напиток, который нужно пить. Продолжение следует... Продолжение следует...